Как мы и обещали вам ранее в нашем сегодняшнем утреннем эфире, тему кино мы будем обсуждать ближайшие две недели, пока идет кинофестиваль «Темные ночи». Вчера вечером в Таллине в рамках кинофестиваля состоялась международная премьера российского фильма под названием «Находка», билет на который, кстати, мы только что разыграли с Леной у нас за кухонным столом. А сейчас мы приветствуем в нашей студии исполнителя главной роли Алексея Гуськова и режиссера фильма Виктора Демента. Доброе утро. Доброе утро. Режиссеры и актеры обычно говорят, если вы хотите спросить, о чем фильм, смотрите наш фильм, собственно, мы и показываем его содержание. Все равно я рискну спросить, о чем фильм «Находка»? Смотрите наш фильм. Какой замысел у вас был? Поймете содержание. Это экранизация знаменитой повести Владимира Цендрякова «Находка», которая переведена действительно на 37 языков и довольно известна в мире. Это философская такая притча, сказка, можно сказать. Ну, сказка для взрослых. О человеке, который в какой-то момент жизни понял, благодаря случайности, благодаря находке, которую он сделал в лесу, понял о том, что его жизнь, наверное, прошла не так, как бы он хотел. И он понял, что самое лучшее в его жизни было вот эта находка. Вчера у нас был полный зрительный зал. Уже один показ прошел. Зрители нас очень тепло приветствовали. Никто не уходил. Все были довольны. А вот сейчас ты усыпишься утренним рассказом. Вам понравилась реакция? Были ли интересные вопросы, на которые он приходил? Конечно. И в конце, после просмотра, как положено на фестивале, состав съемочной группы вышел, хотя бы очень поздно. Кто-то даже 2-3 человека извинились и поблагодарили, и бежали на работу, потому что с утра. Но, считайте, зал, да, 3-4 зала остались и задавали очень интересные вопросы. В кратком описании фильма сказано про старшего инспектора Рыбнадзора, который считает себя законом окружающих людей, цитата, с волочами и варьем. Мне сразу же приходит аналогия с фильмом «Левиафан», который был представлен, должен был быть представлен в прошлом году. На кинофестивале, к сожалению, возникли неполадки, картина не приехала. Но, тем не менее, это тенденция сейчас в российском авторском кино сравнивать народ и власть и противопоставлять их друг другу? Никакой тенденции нет, потому что спектр российского кино совершенно разный. Вероятно, схожесть в каком-то мышлении вы нашли, или мышлении, как правильное ударение. Потому что Андрей Звягинцев и Виктор Демент, они однокурсники. Они у одного мастера заканчивали институт. А если «Левиафан» — это достаточно придуманная история, хотя так же стремящаяся к притче, как и в нашей картине, то все-таки повторюсь, что фильм базирован на рассказе, на повести даже. Повести уже советского классика, который был занесен якобы в деревенщики. И я, как тоже, знаете, темный человек, ничего не зная, кроме двух мешков сожженной пшеницы и вот этой деревенской якобы его прозы, ну, для себя открыл просто невероятного писателя. И действительно повториться, может, он на 37 языков переведен. И никаких проблем с субтитрами, что с французскими, что с английскими, что с итальянскими, у создателей фильма нету. И это действительно притчевая история. Ну, а что «Левиафан», что «Находка», да? Что ряд вот таких фильмов, которые говорят о, собственно говоря, бытие, да? Когда герои задумываются не о быте, потому что в основном все пространства, решающие бытовые проблемы. Будет у нас с вами вечером ресторан или не будет, и так далее. о бытие, то, вот, собственно говоря, они находятся в этом, в этом, в этом, как бы, как бы, потоке фильма. Сейчас как раз на своих экранах телезрители могут увидеть кадры из вашего фильма. Заснеженная натура, очень красивая съемка. Как проходил процесс съемок? Я знаю, что это было и на российской стороне, и на финской стороне. Мы не дождались снега на российской стороне. Так случилось, что мы снимали фильм немножко задом наперед. Вторая часть картины, которую мы снимали в Карелии, она была очень снежная, заснеженная. Но начало, когда состояние природы вода плюс снег, нам не удалось поймать тогда. И мы ждали полгода для того, чтобы войти это вот поздней осенью, начало зимы. И нет снега. Ну, вот, ну, бывает так. И ровно же на этой широте, что меня тогда убило просто. Вот Медвежегорск и город Йенсу в Финляндии. А там вот так его. И вот какими-то 400 километров разница. По прямой. Нам пришлось туда перебираться, чтобы закончить картину и снять, собственно говоря, вот это путешествие. Рафима Русанова по этим заснеженным просторам. К слову говоря, добавить, что вертолетчики у нас летали эстонские. Очень профессиональные ребята. Вероятно. Потому что это вообще очень достаточно сложный процесс, когда съемки с вертолета, и ты координируешь движения актера, камеры, и все. Было просто великолепно. У нас острова, поэтому, да, у нас вертолетчики опытные люди. Нет, не вот эти вертолетчики, это дрон. А, дрон. Киновертолет? Да. Великоптер такой. Это одновременно и снимать, и управлять надо. Это очень сложно. То есть за эти прекрасные кадры мы обязаны, в общем-то... Да. И, собственно, за эти прекрасные кадры я сейчас увидел, что приз Кинодавра есть за лучший операторскую работу. Почему международную премьеру вы решили сделать именно на нашем фестивале «Темные ночи»? Что же так и продюсеры решили, кинорынок и все. Здесь кинорынок, здесь все-таки пространство, которое частично действительно русскоязычное. 30% по-моему населения. Да. И вчера по залу тоже это было видно. Никаких для нас ни сюрпризов, ни удивлений нет. Считайте, что две трети зала просто как бы очень признателен я им. Вот пришли они, вспоминали какие-то мои работы. Значит, востребовано это и смотрится. Все-таки язык — это очень важное пространство, соединяющее как бы людей. И поэтому так, поэтому так. А потом... Есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что при фестивале есть большой кинорынок. И первый раз находка сюда приехала в виде бумажки, в виде сценария. Это было в 2011 году. И нас тогда уже отметили. И дирекция фестиваля сказала еще тогда, ребята, снимите, приезжайте. Ну, в общем, как обещали, так и сделали. Так, и приехали. Но на самом деле хочется спросить о нашем фестивале «Темные ночи». Знают ли его в России? То есть, скажем, в Скандинавии, в Европе. Это достаточно известный фестиваль. В России тоже. Знаю, конечно. Я в Сталин, например, всегда приезжаю с какими-то работами с огромным удовольствием. Год назад мы были с театром Вахтанговой, где я работаю, Евгения Онегина играли. Ну, замечательный прием. Замечательный. И, собственно говоря, тоже у нас, когда принимало министерство культуры, то говорилось о том, что, ну, вот, культурное пространство, оно убирает визы, санкции, все прочее, все прочее. Ну, это самое главное. Ну, невозможно жить в политиземном мире с утра до ночи. Ваше имя на слуху не только в России, но и в Эстонии, но в последнее время, в основном, наверное, связано это с телекарьерой. Вам самому где больше нравится сниматься? В телесериалах? В киноработах? Или все-таки больше нравится работать на театральных подмостках? Или, как говорят, служить на театре? Ну, это все составляющая одного процесса, который называется «Способ жизни» — это моя профессия. Ну, актер — это способ жизни. Поэтому я не могу разделить одно от другого, другое от третьего. Все всегда связано с уровнем предложения материала. Если там какая-то возможность, возможность что-то с собой сделать, чем-то поделиться, потому что в любом случае, если мы говорим о том, для чего это все делается, то это поделиться. Поделиться своими мыслями о времени, о нас, о всех, и вызвать эмоцию. Если эмоция происходит, случается, то все и получилось. Поэтому что театр, что кино, что телевизор, к сожалению, кинопредложений, конечно же, меньше, потому что это все-таки, знаете, как в футболе высшая лига, международная, класса А, региональный. Театр — это особняком стоящий в моей жизни сейчас, стоящий в моей жизни, как бы, как сказать, не знаю, вещь, которая действительно занимает очень много меня всего. И я там, собственно говоря, спасаюсь. Спасаюсь от всего вот этого шумного и звонкого, потому что тот материал, с которым я сталкиваюсь, это Пушкин, это Канович, улыбнись вам, Господи. И это Горький. Классика, классика, которая отобрана временем, и ничего там со времен древних грехов, говорят, в нас, в людях, не изменилось. Поэтому вот я таким образом и делюсь, делюсь, делюсь. Спасибо огромное. Я напомню, что актер Алексей Гуськов, а также режиссер Виктор Демин были в нашей студии. Они представили свой фильм «Находка», международная премьера, которого состоялась вчера в рамках кинофестиваля «Темные ночи».